Hello, hello, my little friends! Здравствуйте, здравствуйте, мои маленькие друзья! Вы на канале Английский для начальной школы. I'm Yulia, я Юля. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Не забывайте про колокольчик, чтобы знать, когда выйдут новые уроки. Ну и, конечно же, поделитесь этим видео со своими друзьями. Оставьте приятный комментарий, это очень помогает в развитии канала, и этим вы меня очень сильно поддерживаете. Но не забудьте поставить, пожалуйста, пальчик. Итак, сегодня у нас Unit 7B, Page 60, 60-я страница, Module 4, Модуль 4, продолжаем. Exercise 1, упражнение 1. Что мы здесь с вами должны сделать? Put the words on the right train. Положите слова в правильный поезд. Мы видим с вами выделенные слова красным цветом. Здесь еще что-то. Прямоугольнички. И вы, наверное, догадались, что в таких у нас прямоугольничках это правило. Видим, что где первый паровозик у нас здесь написано E, а где второй N. Что же вообще все это такое? И у нас с вами новая тема. Тема наша называется Неопределенный артикль E или N. Но прежде чем мы с вами разберемся с неопределенными артиклями E или N, мы с вами узнаем, что такое существительное и что такое прилагательное. А потом рассмотрим уже сам артикль. Потому что эти темы, они идут вместе. Итак, ребятки, рассмотрим с вами правила. Сейчас вы поймете, почему эта тема, неопределенная артикль, так тесно связана с существительными и прилагательными. Существительное на английском это nouns. Прилагательные adjectives. А неопределенный артикль? Article. Давайте рассмотрим, что такое существительное. Существительное это часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопрос кто или что. Это вам известно из русского языка тоже. Например, мальчик, девочка, кошка, книга, да, бой, герл, кэт, бук. Это все существительное. Перед существительным в единственном числе употребляется неопределенный артикль e или n. Ребятки, неопределенный артикль произошел от числительного one, один. Поэтому только в единственном числе употребляется. Неопределенный артикль употребляется только с исчисляемыми существительными. А исчисляемые существительные те, которые мы можем с вами посчитать. Вот у меня, допустим, карандаш, да, pencil, вот, я его могу посчитать, поэтому будет a pencil, один карандаш, да, a pencil. Но, если я еще один возьму карандашик, вот у меня два карандашика, да, то мы же артикль не будем употреблять, потому что артикль только с одним употребляется. А если два, то мы же скажем, что это two pencils, два карандашика, только в единственном числе употреблять. Неопределенный артикль употребляется с исчисляемыми, существительными, в единственном числе, и если это существительное упоминается в речи в первый раз, и слушающий о нем ничего не знает. То есть вы видите этот карандаш в первый раз, я вот его вам показываю, да, и поэтому я скажу a pencil, потому что если я уже второй раз его вам покажу, это уже будет the pencil, именно вот этот карандаш. А в первый раз мы скажем a pencil. В каком случае мы должны употреблять артикль a, а в каком an? Это очень легко. Артикль a употребляется перед согласными звуками. Например, a book – книга, a cat – кот или кошечка, a table – стол, a chair – стул, a room – комната, a girl – девочка, a park – парк, a man – мужчина, a uniform – форма униформа. Вы видите, что везде, да, мы употребили артикль a, потому что слова начинаются с согласного звука. И вот тут вам, ребятки, тем, кто забыл или те, кто новенький, обязательно повторите звуки. Есть отдельный плейлист за второй класс. Там вначале мы проходили с вами буквы, а потом мы учили с вами звуки. Так вот, когда мы употребляем артикль, мы должны анализировать не букву, да, а сам звук. Эти слова все начинаются на согласный звук, поэтому мы употребили э. И вот здесь вы увидели, скажете, а здесь же гласная буковка. Да, буковка гласная, но звук согласный. Вот звук й, он согласный. Поэтому будьте внимательны с такими словами, которые начинаются на гласную буковку, но звук первый у них согласный. Давайте посмотрим дальше. Когда же мы употребляем артикль e? Артикль n употребляем перед гласными звуками. Например, an apple – яблоко, an egg – яйцо, an ice cream – мороженое, an orange – апельсин, an umbrella – зонт, an hour – час. Было просто бы неудобно употреблять здесь артикль apple. Ну, не очень удобно, согласитесь. Поэтому для удобства стали употреблять n. Опять мы видим, что в слове hour – час мы употребили артикль n. Почему? Потому что первый звук, вот он звук, он не произносится в этом слове. Поэтому мы употребили n, потому что начинается со второго звука. Таких слов мало, но об этом нужно помнить и знать. А у этой части… И ещё мы рассмотрим, что такое прилагательное. Прилагательное – это часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопрос «какой?». Так вот, если перед существительным стоит прилагательное, то неопределённый артикль ставится перед словосочетанием «прилагательное» плюс «существительное». Но неопределённый артикль будет иметь отношение именно к существительным. Вот давайте посмотрим примеры. A book – книга. Но если у нас появляется прилагательное, например, большая книга, то мы будем ставить артикль перед прилагательным. Но отношение этот артикль имеет к существительному. И когда мы выбираем, какой же нам взять артикль, то мы анализируем, конечно, первый звук прилагательным. A big book – большая книга. Видите, согласного начинается, поэтому A. A useful book – полезная книга. Опять-таки, гласная буква. Ну, звук вы слышите, да? Е – согласный. Поэтому мы употребляем артикль A. A useful book. Если вы затрудняетесь, то обязательно вот такие слова, которые начинаются в гласные буквы, проверяйте в словарике. An English book – английская книга. Взяли артикль N, потому что слово English у нас начинается с гласного звука. An apple – яблоко. Здесь всё понятно. Начинается с гласного звука, поэтому взяли N. An apple. A tasty apple – вкусное яблоко. Употребили неопределённый артикль A, потому что слово tasty – вкусное, начинается с гласного звука. Поэтому здесь мы будем употреблять артикль E. A big apple – большое яблоко. Да, потому что big начинается с какого звука? Согласного. Мы поэтому употребили артикль E. Помним правило, да, что артикль E употребляется перед согласными звуками. A yellow apple – жёлтое яблоко. Опять-таки, буква у нас согласная, но сам звук у нас согласный. Поэтому анализируем сам звук. Поэтому взяли неопределённый артикль E. Но артикль, мы знаем, имеет отношение к существительному. Но так как есть словосочетание прилагательное плюс существительное, артикль ставится перед прилагательным. Вот такие вот небольшие правила. Мы сегодня с вами прошли эту карточку. Вы посмотрите хорошо ещё раз на неё, прочитаете ещё раз хорошо. Это правило запишите в тетрадочку для правил. Со временем мы с вами добавим какие-то исключения из правил. Там будут свои маленькие такие моменты, которые нужно тоже будет знать. Но это будет попозже. А пока вот эту карточку перепишите, а правило запомните. Я думаю, оно лёгкое, вы и так всё поняли. Ну а теперь вернёмся к нашему упражнению. Давайте положим слова, да, put the words on the right train в правильный паровоз. Первый паровоз у нас с каким артиклем? С артиклем E. Когда мы употребляем артикль E? Перед согласными звуками. Правильно, ребяточки. Второй у нас паровоз, да, с каким артиклем? И мы видим, да, тут у нас правило такое. N употребляется перед гласными звуками. Э перед согласными звуками. Н перед гласными звуками. Итак, поехали. Существительные. Давайте будем определять, какой же паровозик положим. Первый у нас T-set. Чайный сервис. Какой паровозик отнесём? Правильно, умнички мои. Первый паровозик. Потому что E-t-set начинается на согласный звук. Egg. Яйцо. Какой паровозик? Правильно, во второй. Потому что начинается слово Egg на гласный звук. An egg. Сюда его отнесли. Animal. Животное. Какой паровозик? Умнички, во второй. Сюда мы его. Потому что начинается на гласный звук. An animal. Pencil. Карандаш. Вот он. Куда мы его отнесём? Какой паровозик? Правильно, вот в этот первый. A pencil. A pencil. Рулэ. Линейка. Какой мы паровозик линейку отнесём? Куда мы его положим? Конечно же, в первый. Да, вот в этот паровозик. Потому что начинается на согласный звук. Рулэ. A rule. Линейка. Umbrella. Umbrella – это у нас зонтик. Те, кто помнит, те, кто не помнит. Запоминайте. Так, а в какой мы ему паровозик положим? В первый или во второй, как вы думаете? Молодцы, сообразили, да? Звук у нас какой? А, гласный. Поэтому an umbrella. Вот, во второй паровозик положили. Умнички мои. An umbrella. Rocking horse. Да, rocking horse. Лошадка-качалка. В какой мы паровозик её положим с вами? Молодцы, молодцы. Правильно думаете. Звук-то какой скажете? Согласный, да? A rocking horse. Первый паровозик. Ну и последнее. Orange. Orange – это у нас апельсин. Какой паровозик? А ну смотрим. Какой это у нас звук? Конечно же, гласный, да? О, о, гласный. An orange. Апельсин. Вот, ну и его сюда положим. Во второй паровозик. Вы умнички, справились с этим заданием. Если что-то непонятно, солнышки, ещё раз перемотайте. Прослушайте всё. Посмотрите внимательно. Правила прочитайте. Потому что правила бывает недостаточно один раз прочитать. Нужно прочитать и 2, и 3, а в идеале 5 раз подряд. Только не просто протороторили, а вдумчиво всё прочитали. Вы у меня огромные молодцы. А мы с вами идём дальше. Ребятки, ну и на закрепление этого правила мы выполним 2 упражнения вместе с вами. И первое упражнение, exercise one. Вставьте неопределённый артикль э или эн, значение незнакомых слов уточните в словарике. Итак, первое у нас банане. Бенане, банан. Анализируем с вами первый звук. Какой это? В, да? Согласный. Поэтому какой мы артикль с вами возьмём? Конечно же э. Э, бананы. Под номером 2 у нас apple, яблоко. Какой мы с вами употребим артикль? Э или эн? Слово яблоко начинается на гласный звук э. Поэтому употребим артикль э. Эн аппл. Сэнвич. Сэнвич – бутерброд. Начинается он на согласный звук. Поэтому мы употребим артикль э. Э сэнвич. Оранж. Оранж – это у нас апельсин. На какой звук начинается? На гласный. Молодцы. Какой артикль употребим? Э или эн? Правильно, солнышки. Артикль эн употребим. Эн оранж. Молодцы, умнички мои. Под номером 5 у нас cake. Cake торт. Догадались, какой будет артикль? Первый какой звук у нас? К. К, да. Какой-то согласный. Поэтому потребим э. Э кейк. Хот дог. Какой мы потребим с вами артикль? Э или эн? Молодцы. Скажите, ну здесь же согласный звук, да? Поэтому э хот дог. Под номером 7 у нас здесь egg, яйцо. С каким артиклем будем употреблять? Правильно, у нас уже это встречалось. И здесь будет артикль эн, потому что начинается слово на гласный звук. Айс-крейм, мороженое. С каким артиклем употребим? Да, правильно, гласный звук. Поэтому эн, эн, айс-крейм. Ребятки, тут у нас новые слова появляются. Фрукты. Это у нас пич, персик. С каким артиклем употребим персик? С артиклем э или эн? Давайте разбираться. На какой начинается звук слова пич? Правильно, согласный звук п, да? Поэтому употребим артикль э, а пич. Десятое. Стробери. Стробери это у нас клубника или земляника. Вы сладости наверняка покупаете. И вот бывает на английском пишут стробери. Или стробери джем бывает. Клубничный джем. Или земляничный. Запоминайте. Так, на какой звук начинается стробери? Конечно же на с, да? И поэтому употребим артикль э, потому что согласный звук э, стробери. Под номером один у нас кьюкамбе. Кьюкамбе это огурец. Так, на какой звук начинается? Конечно же на согласный, да? К, к. Поэтому употребим артикль э. Э кьюкамбе. Под номером двенадцатый у нас томатул. Томатул это у нас помидор, томат. С каким артиклем употребим? Правильно, артикль э возьмем. Э томатул. Потому что это слово начинается на согласный звук т. Вот, справились с заданием. Молодцы. Кому что-то непонятно было, перемотайте, прослушайте. Еще раз посмотрите. Ой, у меня огромные молодцы. Следующее задание, ребятки, exercise 2. Упражнение 2. Ставь э или э, неопределенный артикль. Ну, тут нужно раскрасить продукты, которые в корзинке. В нужные цвета, которые указаны тут перед, это как раз таки вот прилагательные, которые указаны перед существительными. Вот, мы до этого правила добрались все-таки, да? Прилагательные плюс существительные. Анализируем не само существительное, да? А именно прилагательное. Так, yellow banana, желтый банан. Так, перед yellow мы. Какой артикль употребим? Как вы думаете? Молодцы, звук Е у нас согласный, буква гласная, да? Буква Y. А звук согласный, а буковка гласная. Поэтому мы с вами употребим. Э, yellow banana. Желтый банан. Под номером 2. Red apple. Red apple, красное яблоко. Так, с каким артиклем употребим красное яблоко? Правильно, с артиклем Э. A red apple. Почему? Потому что звук Р согласный. Так, посмотрим. Следующий у нас orange. Orange. Как интересно, скажите, а почему два одинаковых слова рядом? А потому что orange как может быть прилагательным, так может быть и существительным. Прилагательный это у нас цвет, оранжевый, да? Оранжевый, orange, оранжевый. А как существительное, это апельсин. Ну и какой мы с вами возьмем артикль здесь? Если звук О у нас классный. Конечно же возьмем Н. Конечно же возьмем Н. Н, orange, orange. Умнички мои. Так, следующее, четвертое. Pink peach. Розовый персик. Так, какой артикль берем, ребят? Правильно, артикль берем Э. Потому что прилагательный pink начинается на согласный звук П. A pink peach. Умнички мои. Так, под номером пять. Brown cake. Коричневый торт. Ребятки, какой артикль возьмем с вами? Э или Н? Конечно же артикль Э. Потому что слово brown начинается на согласный звук. Да? Звук Б. A brown cake. Шестое. Chocolate ice cream. Шоколадное мороженое. Так, посмотрим, какой здесь у нас артикль мы употребим. Э или Н? Конечно же употребим Э. Почему? Потому что звук Ч у нас согласный. A chocolate ice cream. Седьмое у нас white egg. Белое яйцо. Опять. Если бы у нас просто яйцо было, то мы бы взяли артикль с вами Н. Потому что яйцо начинается на гласное. Так как у нас перед существительным стоит прилагательное, да еще оно начинается с согласного звука, тогда что мы с вами употребим? Какой артикль? Конечно же артикль Э. A white egg. Белое яйцо. Восьмое. Purple plum. Purple plum. Purple у нас фиолетовый, а плам это у нас слива. Напоминать, что же новые слова тут встречаются. И довольно-таки полезные слова. Purple plum. Фиолетовая слива. Так, purple у нас начинается с согласного звука. А если согласны, мы знаем, то этот артикль будет A purple plum. Мы с вами справились с заданием. Огромные молодцы. Что-то непонятно? Перемотайте, прослушайте. У вас все обязательно получится. Сегодня мы с вами немножко почитаем. Упражнение Tricks. Сейчас, ребятки, вы будете повторять за мной скороговорки. Я вон два раза ее произношу. Вы слушайте внимательно, а потом повторяйте. Rose, close your book and go home. Rose, close your book and go home. Повторите. Молодцы. Вы обратили внимание, что здесь буковка O выделена черненьким, да, жирным шрифтом. Почему ее выделили? Потому что это правило чтения этой буковки. Мы знаем, что буковка O в открытом слоге, открытый, когда она заканчивается на гласную буковку, будет считаться, как называется в алфавите, как O. Rose, close your book and go home. Роза закрыла свою книгу и пошла домой. Мы видим, учительница, да? Такая вот ситуация. Урок, наверное, кончился. Роза закрыла свою книжечку и пошла домой. Rose, close your book and go home. Повторили. Молодцы. Правила тоже повторите. И вторая скороговорка. Bob put the dog and the frog into the toy box. Обратите внимание на произношение. Обязательно. Где T и H язычок остренький. The, 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 the. Так. И видим тоже здесь буковка O у нас выделена жирным шрифтом. Почему ее выделили? Потому что здесь правило чтения буквы O в закрытом слоге. И мы знаем, что буковка O в закрытом слоге читается как O. Bob, dog, frog, box. Еще давайте вместе скороговорочку проговорим. Bob put the dog and the frog into the toy box. И таким образом вы сначала медленно проговариваете, а потом все быстрее и быстрее и быстрее. Как русские скороговорки, так и английские точно так же. На этой нотке мы закончим с вами наше занятие. Вы были огромные-огромные молодцы. Ну а мы с вами, ребятки, увидимся в следующем уроке. See you next lesson. Наш урок окончен. And now the lesson's over. Bye.